Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, это значит, что у нас по традиции в гостях музыканты. И замечательная группа, но сейчас об этом Александр Поляков расскажет поподробнее. Доброе утро, во-первых, всем. Александр, доброе утро. Рассказывайте, кого привели на этот раз в рамках фестиваля R&D Live. Сегодня будет группа Charlie Disney, они поют на английском языке, очень красивую музыку. Так, прекрасно. Европейский день языков сегодня. Европейский день языков сегодня как раз, да. Очень тематично вы пришли. Charlie Disney, вот солистка у нас зовут именно та. Правильно. А мужчину, который не движет нам. Charlie, представляйте тогда всех участников команды, чтобы зрители познакомились и узнали имена. Ну, начнем с барабанщика. Это наш барабанщик Руслан, гитарист Борис, клавишник Никита и бас-гитара. Это Сергей. Все русские ребята, оказывается. Все русские ребята почему-то поют на... поддерживают просто европейскую культуру. Почему нет? Скажите, пожалуйста, сколько вы уже существуете? По-моему, группа молодая достаточно. Да, мы достаточно молодой проект. Начали свою деятельность с февраля 2014 года, то есть с февраля этого года. И существуем уже где-то более полгода. А кому пришла в голову идея поучаствовать в фестивале? И почему? С причиной какие были? Ну, к сожалению, в нашем городе очень редко проводятся какие-то либо мероприятия, касаемо молодежи. И то есть когда я услышала об этом мероприятии, что будет проходить фестиваль живой музыки, то есть рок-музыки, почему бы не поучаствовать? Достаточно интересно, я считаю, для этого. Ну, вот у нас уже был первый отборочный концерт. Две недели назад, да? Да. Если я не ошибаюсь, правильно. Завтра, очевидно. Завтра, завтра. Завтра будет второй, да. Завтра второй. Во сколько, где? Расскажите. Клуб стереобаза, в 6 часов вечера начало, участники авокадо, Чарли Дисней, МК-60, говорящие с ветром, разные, реквием 23, эклиптика и очень красивые. Очень красивые. Надолго. И все они очень красивые, я бы так сказала. А вот убедиться в этом вы сможете завтра, если придете в 6 часов в стереобазу и насладитесь мало того, что очень красивыми людьми, но еще очень красивая музыка. Сегодня тоже можно будет убедиться, по крайней мере, в красоте одной из представителей. Мы так заманиваем, заманиваем. Да, у меня, знаете, сейчас как бы сразу, чтобы недалеко отходить от вопросов данных, полгода группы примерно, идя на вот этот рок-фестиваль, в котором участвует группа, которая, ну, есть по 17 лет группы, да, вот у вас все-таки амбиции зашкаливают? Вы верите в победу или вы идете больше поучаствовать? Вот честно, признайтесь, участие или победа вам нужна? Я бы удивился сейчас, если она сказала бы сейчас участвовать. Я думаю, что мы верим в победу. Участие, конечно. Увереннее, увереннее? Да, я считаю, что самое главное верить в себя, то есть это поможет в любом случае, то есть не нужно, мы совершенно разные. Я смотрела тех участников, которые там присутствуют, я видела, некоторых из них знаю, и мы абсолютно разные. Есть группы, которые совершенно отличаются друг от друга, поэтому сложно так судить, кто победит, или я просто считаю, что участие, оно важно, но как бы нужно верить в себя. Правильно, нужно всегда верить в победу и биться до последнего. Вот Гена не понаслышке знает. Да. Каждый день со мной бьется, но все равно побеждаю я. Я вот, знаете, вот у нас вторая, получается, группа с солисткой, то есть у нас до этого вот авокадо были в гостях тоже. У нас было два солиста, две солисты. Ну я международная представительница женской половины человечества. И я обратил внимание, что несмотря на вот это вот сходство с авокадо, у вас, тем не менее, есть один, как не знаю, выбивающийся, выдающийся, не видел я еще в группах парней с ноутбуками, в группах, которые были у нас здесь. Это ваша особенность или на самом деле этот ноутбук ему для социальных сетей сейчас? Ребен просто в контакте еще сидит. Нет, это уже абсолютно нормально, то есть много групп используют какие-то синты, какие-то, ну пользуются компьютером и техникой, то есть это абсолютно нормально сейчас. Вообще не продвинутый, не понимаю, да, я думал, что это я впервые вижу какой-то там ноутбук какой-то. Технически недалек, скажем так, поэтому простите его за это, за это. Да, а вообще хочется напомнить о том, что рок-фестиваль R&D Live 2014 продлится с 13 сентября по 25 октября в Ростове-на-Дону. Еще можно подавать заявки? Вот. Мы специально вам всех показываем, чтобы заманить еще, кто еще не решился. Организатор фестиваля лейбл iRecords, ну и главный приз, собственно говоря, это запись студийного альбома, да, по всей видимости. Ну, по крайней мере, друзья, тот, кто выиграет, запишется вот качественно, профессионально, а не как это происходит иногда, частенько. А еще, кстати, каждую пятницу в 20 часов 30 минут на радио Ростова можно слушать программу «Радиоактивность», да. И там будут звучать тоже композиции ребят, которые подаль заявки претендуют на победу. Ну, как-то слишком затянули сообщение, надо немножко послушать. Ребят, буквально через пару секунд приемность на прогноз погоды и курс валют. Продолжим уже с музыкальным наполнением. Итак, дорогие друзья, музыкальная пятница. Чарли Дисней, группа «Молодая» у нас в гостях. Я не готов к этому. Ты не готов к этому? Я готова всегда к этому. Гена, соберись. Все, собрался. Ребят, ну, вот вы совсем недавно собрались. Как пришла идея в голову? Зачем вам это нужно? Почему? Почему эти люди? Ну, идея пришла мне в голову еще, наверное, лет в десять, когда я была. Когда я была очень маленькая. То есть я хотела выступать, заниматься музыкой. А потом как-то это все вот позабылось на некоторое время. Закончила музыкальную школу и подумала, что мне это совсем будет не нужно. А класс какой? Фортепиано. Фортепиано. Да. Но потом поняла, что без этого невозможно жить и этим нужно заниматься. И хотелось все-таки живого звука. Не хотелось петь одной, быть солисткой. Ну, без групп. Хотелось группу, коллектив, вот вместе с ними в туры ездить, заниматься всем этим. Ну, и начала искать ребят, в принципе. Ну, как это? Вконтакте. Ой, ребят, я хочу, я тут пою неплохо, вот давайте кто тут играет. Как это было? Примерно так или там музыкальная школа, может быть, помогла? Друзья. Нет, случайности. Да, вот какие-то были обстоятельства складывались, которые... Вот этого парня где взяли? Он подозрительный. Этот парень, друг этого парня. Так, все понятно. Вот, вот уже принял. Я знаю, что я остановлюсь. Там дальше. Ладно, на самом деле мы, я думаю, еще подробнее расспрашиваем. Начало разговора положено. По крайней мере, будет Петя думать о том, что нам отвечать. Как будет называться первая песня, которую нам исполнится? Чесс. Чесс. Да. Английский же Чесс. Чарли Дисней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Бывает такое, что приходится разгуливать ситуацию? А может быть, не предваритель? Ты главная здесь? Или он главный? Видимо, нет, потому что так обернулась. Нет, просто если я сейчас скажу, что я главная, они обидятся на меня. А если я скажу, что я главная, то это неправда. На самом деле, я не выделяю никого из нас. Мы все очень трудолюбивые. Мы все вместе поддерживаем друг друга. Все очень классно и круто. Я очень рада, что именно эти люди, потому что они серьезные, с ними можно работать и иметь нормальные отношения. Я все-таки капнул полгода всего. Полгода. Известно из мировых историй всевозможных групп, что полгода на самом деле такой момент, когда можно поругаться и разбежаться. Через 20 лет ругались. Бывают ли конфликтные ситуации, которые приходится сглаживать? Были уже. Притирки бывают? Если в плане музыки только. Вот бывает, что несколько раз... По крайней мере, по-человечески все дружат большая семья. Все хорошо. Давай теперь ты про свою песню спрашивай. Ты же хотела про песню спрашивать? Про свою. Это не моя песня. Это авторство. Это наша общая песня. Ребят, ну вот музыка все ваша. Нигде не подсмотрена. Почему-то текст очень необычный. Перевод, если посмотреть. К тому же, есть группа ВКонтакте. Я нашим телезрителям говорю. Чарли Дисней. Там можно посмотреть тексты, почитать, если вдруг кто-то не понимает. Вот почему красное платье. Можно почему-то... А, почему-то можно. Даже предоставляется перевод, если кто-то не понимает языка. Ну, мало ли. У меня маленькая девочка в красном платье. Вот откуда ты знала, что она должна пойти в красном платье. Ну, как минимум, да. Я текст прочитала. Как минимум, ты прочитала первую строчку песни. Да. Это вопрос уже был? Нет, это был еще не вопрос. Вопрос я задам буквально через несколько секунд. Замечательным этим пятничным утром мы общаемся с командой Чарли Дисней. И уже была исполнена песня, достаточно популярная в Европе. Она уже, вообще, чуть ли не в хит-параде скоро будет участвовать. А мы еще Чарли Дисней-то не знаем. Шахматы называлась песня. Чес, если на языке оригинала песни сказать. Как, вот, а музыка... Кто написал музыку? Я. Текст? Я. Что эти ребята сделали? А что они делают? Музыку, то есть... Сейчас объясню. Зачем они тебе нужды? Так, когда спокойно она шутит сейчас. Сейчас объясню. Сейчас объясню, как это происходит. То есть я пишу мелодию, текст, потом мы все вместе собираемся. У нас есть еще один человек, который нам помогает по тексту. И есть, вот, люди, которые делают аранжировку. Мы все садимся вместе потом и думаем, как это будет целиком и полностью. Как это будет звучать, да? У всех вам дают слово вообще? Можно кивнуть головой. Да? Или так, нет, здесь вот ты вот будешь играть так, а не так. То есть творчество... Нет, я им полностью доверяю. Свои партии они вот придумывают, исходя из мелодии уже, то есть полностью сами. Не обращайте внимания, что на вас так напало. Я уверена, что вы абсолютно талантливые люди. Мы уже насладились вашей первой композицией. Ну все, они уже поняли, что ты неловко себя чувствуешь. Я не неловко себя чувствую. Как называть песню, которую мы сейчас слышим? Another God. Another God. Я пытаюсь еще есть произношение. Урок английского. В общем, друзья, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это Чарли Дисней. Мне кажется, шикарно. Я могу прям изучать английский, тут и перевод есть в контакте. Скажите, вот полгода, я еще раз об этом напоминаю, почему я сейчас пытаюсь просто сопоставить. Время, которое вы уже выступаете, да, скажем так, и к поклонникам. Есть ли такое уже понятие? Вы же выступали на нескольких фестивалях, если не ошибаюсь. Да, мы выступали на фестивале красок. И было пару концертов не в нашем городе, не в Ростове, а в Краснодаре. В Краснодаре, да, я знаю, что были у вас концерты. Как вы туда попали? Потому что, ну, молодая группа еще. Про поклонников хочу. Мало кто, подожди, сначала давай про фестиваль поговорим. Мало кто, ну, объективно знает, вы кому-то давали послушать свою музыку? Или просто вот как вот выкладывали, так оно и пошло? Ну, честно говоря, у нас было очень мало времени. То есть мы решили заняться записью, непосредственно, только записью альбома. И помимо того, как мы будем его записывать, выпускать несколько треков. Как только у нас появился первый трек, потом мы выпустили второй трек, нас сразу стали звать выступать куда-то. И все это было очень быстро, мы бежали, нам было некогда. Мы не успевали, вот все, вот так вот, вот так. У нас не было времени, как нормально поработать, то есть надо уже с следующим материалом, который будет. И мы вот все хотим отстраниться от концертов, от выступлений и поработать непосредственно именно над материалом. Так мы будем звучать. Серьезные ребята с таким очень серьезным взрослым подходом. Про поклонников я даже забыл уже. Концерты это хорошо, конечно, но у нас вот работа над материалом. Нет, чтобы так, концерты, поклонники, ура! Все по-взрослому, все по-взрослому. Про поклонников вернемся. Уже есть армия? Вот эта армия поклонников, она уже присутствует? Вот как ни странно, да. Нас полюбили, нас полюбили в Краснодаре. В Ростове нас услышали первый раз на фестивале красок. Я тоже услышала много-много комплиментов в наши стороны. Люди фотографировались с нами, общались, им задавали кучу вопросов. Это было странно для меня, то есть, ну, совершенно недавно. И мы очень переживали и волновались, то, как нас воспримут и будут ли нас слушать. Но восприняли очень тепло. Очень вот в Краснодаре, в Ростове очень тепло. Сейчас зовут в Москву, в Питер, но мы думаем, что вот чуть-чуть попозже все это будет. Ну, ладно, тогда уж раз первый выступление. Первый концерт, вот что, какие эмоции, где это было, как это проходило и что вы чувствовали? Это проходило в Краснодаре. Рок-бар, сержант Пеппер, да, сержант Пеппер Барбал. Ну, я, наверное, три дня не спала перед этим. Да, то есть у меня, перед самим выступлением я читала о заклинании, всякие в гримерке молитвы, крестилась, думала, господи, помоги, пожалуйста, я сейчас в мороку паду, и все, у меня вот так трясло. Ну, вот, очень странно, я вот для себя решила, что если я выйду на сцену и буду продолжать бояться, то это не мое. Ну, вот, я вот так себе поставила восстановку, я вышла на сцену и все забыла. Все, я увидела людей. Текст вы же помнили? Да, 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 текст помнила, да. Мне кажется, если меня ночью разбудить и спросить, я вот прям сразу же наизусть его скажу. То есть уже столько времени эти песни репетируем. И вот я очень сильно переживала, как только вышла на сцену, все вот полностью. Я погрузилась и начала отрываться. То есть это был драйв, я поняла, что это очень круто, очень классно. Ну, и, конечно же, ребят, я увидела, что вокруг моя семья, и как бы мне стало комфортно. В общем, они совсем не переживали. Они такие, ну, ты чего, все будет нормально, все будет круто, мы сейчас и сделаем. Очень похоже всю нашу ситуацию. Алина тоже, когда готовится рассказывать о событиях сегодняшнего дня, очень волнуется, переживает, ночами не спит. Да я такой расслабленный, все. Я предлагаю, пока, ну, ты точно можешь присесть, пока. Ребята тоже, если хотите, можете присесть немножко ненадолго, потому что Алина сейчас вам и всем телезрителям напомнит о том, что же сегодня такого в этот день произошло. 26 сентября сегодня. Слово Алине Джуридовой. Да, и я вот хочу сразу сказать, что сегодня отмечается такой очень важный праздник для многих. Я бы рекомендовала обратить на него особое внимание. Всемирный день контрацепции. Я все-таки начну, да? У меня очень часто возникают, как Алина считает, дурацкие вопросы. Сегодня, мне кажется, он очень даже не дурацкий, потому что название песен, текст песен, соответственно, мы уже выяснили на английском, но почему именно это? О чем ты пишешь? Ты пишешь о том, что происходит в твоей жизни, или ты пишешь, не знаю, оттуда? Это пережитый опыт, или это вот просто текст как-то рождается сам с собой? Он рождается в зависимости от той музыки, которую я пишу. То есть я слышу ноты, и вот, либо это может быть какая-то вообще фантазия, которая меня не касается, либо это может быть, да, жизненный опыт какой-то. Ну, это все абсолютно по-разному. То есть у тебя изначально появляется музыка, а потом... Изначально музыка, да. Ух ты! Интересно. Неожиданно. Обычно, да, обычно. Твой вопрос? Мой вопрос? А мой вопрос связан с названием группы. Проехали. Ну, почему проехали? Да, почему Чарли Диснец? Вы просто фанатка Микки Маусов и Дональдов Данков? И Чарли Чаплина? И Чарли Чаплина? Нет, ну, Чарли Чаплина я, безусловно, люблю, и Уолт Диснец тоже, я считаю, что это два великих человека. Интересный факт, что это два кумира Майкла Джексона. А мы сейчас, я не помню, мы попали, что ли? Почему мы так вот так, мы развиваем фильмы? То есть тот самый Чарли и тот самый Диснец? Тот самый Чарли Чаплин и тот Уолт Диснец. Нет, мы серьезно, мы попали, но все попали. Я не знала, мы на указан сказали. Как дела я, что знали. Ну ладно, мы знали. Так и поэтому, потому что ты кумир Майкла Джексона? Я с детства слушала Майкла, да, и с детства мои любимые мультики, это Дисней. И вот существуют разные мнения о этих людях, о этих личностях. Чарли Чаплин был достаточно грустным человеком, достаточно печальным, так сказать. И Уолт Дисней, его обвиняют в нацизме. То есть это не только тот мир мультиков и тот волшебный мир, который он нам подарил, и те смешные и довольно забавные фильмы Чарли Чаплина. Это так неоднозначно, скажем так. Ну и у нас музыка неоднозначная. Мы можем писать о личных каких-то моментах, а можем писать о чем-то таком вот глобальном. Давайте, чтобы не быть голосовными, убедимся в неоднозначности вашей музыки. Прямо сейчас какая будет композиция? Сейчас прозвучит моя любимая песня, текст, которую написала Наташа Суббота, для нас специально. Называется она Waves. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. You know where I'm running from You know where I'm running from You know where I'm running from My sin I bow in the sun In the sun I feel you In my every now Every now I bow on your bottom By power Now return By Adam Don't Scare me When there's time This Gas It's impossible To burn My That relishing With My I To You Key And You Need Right Here Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это телеканал Южный Регион Дон, утренний телеканал Ростовской области. В гостях у нас Чарли Дисней и коллектив из Ростова-на-Дону, но, между прочим, мы в Краснодаре и ребята выступали. И в Европе знают. А были, кстати, приглашения в Европу выступить? Да, в Нидерланде. Правда? Да. И что, в планах есть в ближайшее время? Или вы хотите сначала альбом, а потом уже турне? Да, тут очень. Просто хотя бы в своем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...